Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием. Ребята, мы потрахались. О, как! В студии Сашка. Всем приветики. И, конечно, Дашка. Это я, да. Всем привет. Чё, как? Как дела? Весна? Да у тебя уже второй выпуск подряд или какой-то там весна? Ну, она... Зима, лето, осень. Как дела у Сашки? Я наблюдаю за сменой времен года, за погодой. Все у меня хорошо у тебя как? Скачала тиндер опять. Это не так весело, как можно себе представить. Я думаю, что весело, знаешь, веселой толпой сидеть в тиндере. Мне прошлого раза хватило, спасибо. Потом еще, блин, три недели из этого, блин, дерьма выкапывалось после того, как мы толпой смотрели мой тиндер. Ладно, я перейду к важной части нашего подкаста, а именно сообщу, что почта в описании эпизода есть. На эту почту можно присылать свои письма и вопросики, и мы их будем тут обмусоливать, обсуждать, сплетничать, короче. Ну вот это вот, ну вот это вот. Вот учить, как жить вообще-то правильно. Наш любимое занятие, короче. Скоро семки будем сюда приносить, лузгать семечки, вот это вот. Надо сюда поставить скамейку какую-нибудь, лавочку, чтобы сидеть на лавочке. Ну, Игорь обязательно заменит, короче, вот эти шикарные комфортные кресла на лавочку. Только по твоей просьбе. Да, именно так. Замечательно. В общем, пишите свои письма, будем их по мере возможностей разбирать и зачитывать здесь в подкасте. И вот следующие счастливчики. Дорогие Даша и Саша, вы просто космос. Спасибо. Знаете, у вас очень полезный подкаст. Да. Когда у меня какая-то проблема, я сразу представляю, что написала вам письмо, вы читаете его и даете совет, а я им пользуюсь, и проблема решается. Грустишь, не грусти, самый топ. Постоянно выручает. Удобно. Но сейчас у меня ситуацион, которую вы в моей голове решить не смогли, поэтому решила обратиться к вам настоящим. Ну, я тут тоже ничего не обещаю. А кто сказал, что мы настоящие? Мы, это голоса в вашей голове просто. Да, этого подкаста нет. Никакого подкаста нет. Мне 30 лет, замужем, есть маленький сын. Сама очень скромная и стеснительная. Мечта о любой свекрови в нашем районе. Очень люблю мужа, живем душа в душу. Но меня напрягает одно, наша интимная жизнь. Мне не хватает того, что у нас сейчас. Во-первых, все очень скучно. Максимум две позы. Всегда ночью, в кровати. А мужа все устраивает. Я узнавала. Мне хочется бури эмоций, чтобы взял меня на кухне во время готовки. Или после ссоры помирились страстно. Или в машине. Хочу попробовать использовать разные игрушки. Хочу своего мужа постоянно. Мне мало раз или два в неделю. Во-вторых, я ни разу не получала оргазма. Но все равно продолжаю хотеть секса постоянно. Это нормально? Поговорить я не могу. Жутко стесняюсь. Да, я в постели стесняюсь своего мужа. Чтобы вы понимали всю ситуацию, его инструмент в руки осмелилась взять только на третий год замужества. И очень боюсь выглядеть глупо и пошло. Он говорил, что полюбил меня за мою скромность. Очень много раз хотела что-то новое предложить. Даже придумывала разговор. Подводила к нему. И не могла ничего сказать. Как быть? Что делать? Спасить помогите. Постскриптум. Он мой первый мужчина. И я до сих пор не знаю, что такое оргазм. Много грустных смайликов. Ох-ох-ох. Ну, мы грустим вместе с вами. Ну, что думаете, господин Титов? Хотеть секса нормально. Там был вопрос такой. Ну, нормально ли это? Хотеть секса, хотя оргазма не было. Да, это все окей, Шон. Да, не переживайте. По поводу того, что оргазма так и не было. Это беда многих стеснительных девчуг. Не только стеснительных, я тебе скажу. Просто многих женщин, девушек. Да. Ну, если вот вспоминать какие-то свои опыты. Кейсы. О, кейсы. Кейсы, да. Я помню, что тоже поначалу, когда, ну, только начала жить вот этой вот всей вашей... Половой жизнью. Половой жизнью, да. Я тоже не получала оргазм. И я такая, ну, типа, это что, вот это и весь ваш секс, что ли? Ну, типа, я-то думала. И просто... Просто это было от неопытности, от неопытности взаимодействия с партнером. Просто вот она говорит, что ее муж – это ее и первый, и единственный партнер. Вот. И как они начали взаимодействовать, там, три года назад, да? Видимо, понакатаны и идут. Ну, и ничего нового не пробуют, вот она говорит. Но я даже, наверное, не про пробование новых всяких штук, а хотя бы про базовые знания, вот так. Ну, да. И если бы я была на месте этой девушки, я бы начала с того, чтобы изучила свое тело самостоятельно. Именно, да. Потому что, скорее всего, вы сами не знаете, как получить оргазм. Что вам нравится, что нет. Какая должна быть позиция, как должны быть ноги расположены, угол наклона, там, бедер. Там же много нюансов. И у каждого, у каждой девушки по-разному. Вот. И поэтому я бы на вашем месте попробовала бы сначала сама пошупать, посмотреть, что там. Пошупать. Да, именно так. Ну, в общем, мастурбация. Не знаю, где-нибудь там, если вы живете там с мужем, у вас ребенок маленький, возможности как бы уединиться не так много. Ну, самое стандартное — это ванная, душ, вот и все. И попробовать что-то самой. Понять, как нравится. А потом уже с этим разговором идти к партнеру. Вот так, я думаю. Полностью согласен. И я еще добавлю, что ничего зазорного или какого-то постыдного в изучении своего тела нет. Ну, да. Это абсолютно нормально — изучать свое тело, понимать, как оно устроено, понимать, что куда, как, с какой интенсивностью и прочее, и прочее. Это вы можете узнать только самостоятельно, своим вот опытом. Ну да, то есть почитать, тут теории, ну, как бы теории можете начитаться и насмотреться сколько угодно, но на практике применять это все будет тогда довольно проблематично. Да, и, ну, не ждите результата прям сразу же. Понятное дело, что нужно какое-то время попробовать по-разному, вот так попробовать, вот так попробовать, как-то привыкнуть к самому процессу, потому что для многих скромных девушек сам процесс уже настолько стрессовая ситуация, что ни о каком оргазме и речи идти не может. Стыдно там и все такое. А вот она пишет, что она скромная. Ну, потихоньку, да, там просто не нужно сразу там все, может быть, пробовать. Ну и да, Сашка правильно говорит, в этом ничего постыдного нет. Все в ваших руках. Ну, типа того, да. Ну да. А мне кажется, вот как раз, когда, ну, девушка поймет, как ей нравится, она может в постели, даже особо, может быть, не говоря партнеру, то есть, ну, прикинь, что... Просто, знаешь, вот просто повернуться в нужные какие-то уголки, да, 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 просто она встанет в нужную позицию, которая ей удобна, и она получит оргазм, и там не надо будет, оказывается, танцевать с бубном, и все такое. Ну да. Ну, такой вариант тоже может быть. Вот, а по поводу разговоров с партнером, я тоже, ну, как бы раньше стеснялась говорить про секс с партнером. Как это говорить, да? А как это? Я, ну, стеснялась, конечно, но однажды мне попался такой партнер, который, вот он не стеснялся разговаривать про секс, и если он мне мог сказать что-нибудь там, типа, вагина, я такая... Ну, такой, ой, ты мне сказала, дурак, что ли ты? Нас поругают. Я говорю, да, мать услышит, ты чего? Ну, вот есть вот такое. Чуть ли не учительница жаловаться, можно. И, ну, он как-то, видимо, просек эту тему, что я очень зажата в разговорах о сексе. И он понемножку начал как-то вот меня приобщать к этому. И со временем, там, в течение года примерно, я вообще могла спокойно разговаривать, называть там вещи своими именами. Член-членом. Да, член-членом, вагиной-вагиной. Могла просить того, что я хочу в постели, и там, не знаю, на секстинг, как бы, спокойно вообще. Ну, то есть, хотя вот в начале, как бы, отношений я такая, типа, ой, какой ужас. С ароматом. Ну, да, да. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, тоже себя и партнера нужно потихонечку приучать, не сразу там говорить. Конечно. Сережа, что может это? Вибраторы все попробуем. Вон тот самый огромный. Внесите канцер в Гегегайме. Да, да. А как-то поаккуратнее. Я понимаю, что там вы только на третий год брака согласились взять его инструмент. Мне нравится, как это звучит в руку. Ну, мне кажется, вот, возможно, это, типа, был такой серьезный для вас шаг. Очень. И вам пришлось, как бы, себя перебарывать. Я помню, что, когда тоже, опять же, в начале своей половой жизни, я прям даже смотреть туда не могла. То есть, это настолько вот страшно было, что у меня мозг вот заблюривал вот так вот все. И я такая, что ты там? Я не знаю, что это там. Еще ничего не вижу. А чего ты боялась? Я не знаю. Ну, вот, типа, просто... А вдруг там собака, да? Злая. Капкнет. Просто голый мужик. И я такая, ой, боже мой, что-то... Ну, мне кажется, это просто недостаток полового воспитания, сексуального просвещения. Вот так на мне сказался. Если бы я была бы более просвещена в этих областях, возможно, все бы прошло для меня более спокойно. И, ну, просто я к тому, что если такая ситуация уже сложилась, то вам, наверное, тоже нужно понемножку... Помнишь серию в клинике, где Элиот училась говорить слово «пенис»? Да-да-да. Потому что она их называла «пипирка», «шпунька». Да-да-да. Вот, может, вам тоже с таких каких-то мелочей начать? Называть вещи своими именами? Да. Не инструмент. Да. А член. Все-таки это член. Хватит такой говорить. Член-член-член. Член-член-член. Богина-вагина-вагина. Дашка раскраснелась. Ну, отчего? Так вот, может, с каких-то мелочей таких, да, начинать? И партнер, возможно, подтянется, потому что, ну, он видит, что вы как-то более активны в интимной жизни. Может, вы там какое-то красивое бельишко надели такая вся. Вот. А там, глядишь, и третья поза появится. Ого! А то и игрушки потом. Ой, ничего себе. Потому что вы как-то тогда замахнулись. Я стесняюсь взять член в руку, но я хочу, игрушки пробовать. А игрушки вы, простите, как будете использовать, если вы стесняетесь? Я что-то не очень понимаю. Как вы их купите для начала? Да, как вы зайдете вообще в сагушов тогда? Ну, то есть, амбиции и желания большие, а вот, ну, как бы, все страшно. Да. Вот, да. Нужно потихоньку. Все правильно. Я думаю, что потихоньку нужно приучать себя, когда, вот, мне просто интересно, ей самой перед собой стыдно, вот, когда она такая, типа, говорит член или вагина, или вот это вот все. Если вот, мне кажется, перед собой стыдно, то с партнером реально не получится говорить. Как только вот перед собой вот станет спокойно, вот, ты об этом думаешь, рассуждаешь, то тогда ты и с партнером сможешь обсуждать. А вообще тоже интересно, что за этим страхом всем кроется, что отвергнут, застыдят, засмеют. Понимаете, можно быть скромной, но при этом сексуальной. Сексуально раскрепощенной. И сама скромность, это тоже сексуально. Ну, в определенных смыслах, да. Ну, да. Да, есть грань между пошлостью и сексуальным раскрепощением, но эту грань вам предстоит нащупать вместе с партнером, как мне кажется. И просто вот какой-то хочется дать совет, как начать разговаривать с партнером. Ну, вот я, наверное, сначала бы сама с собой бы в голове проработала бы это, а потом потихонечку начала бы с ним говорить. Потому что я хотела что-то предложить, даже разговор заготовила, но сказать не смогла. Потому что разговор заготовила, а себя нет. Ну, во-первых... Сама не подготовилась к этому, сама не пришла к какому-то своему раскрепощению. Ну, да, потому что если в голове, в принципе, имеется ограничение на разговоры про секс, то как это можно... Есть вариант, что, знаешь, вот она вот хочет, знаешь, переступить несколько ступенек сразу. Вот типа я член только там на третий год взяла в руку, а хочу уже игрушки. Вот она хочет прямо перескочить. И я думаю, что в таких ситуациях велик шанс быть не раскрепощенной, а якобы раскрепощенной. Нужно быть вот такой. Я вот игрушки, вот это все. Нет. Вы поймите, что вы хотите для начала, а уже потом к этому приходите. Короче, если подытоживать, то нужно подходить к этому вопросу пошагово. И начиная с себя, с исследования своего тела, потом в голове прорабатывать вот эти свои страхи, учиться называть вещи своими именами и потихонечку уже с этим идти к партнеру, а не сразу вываливать на него. Я хочу вот это. Все. И он такой, в смысле, в смысле? То есть мы тут, простите, трахались 3 года в двух позах, и тут сейчас что-то еще хотим мы тут. Это что такое? Да. Что за бунт? Да, да. Ну и поговорите заодно о чистоте вашего секса, как он должен происходить часто или нечасто. Короче, разговоры тоже здесь. Нужны. Все так. Ну вот как-то так. Ну вот как-то так, да. Второе письмо, че-ля? Давай. Привет, ребята. Я Лика, мне 19 лет. Очень люблю ваше шоу. Помогает разобраться в том, как общаться с партнером. К слову, об отношениях с партнером. Я совсем недавно стала встречаться с парнем. Это мои первые отношения, и я иногда не совсем понимаю, как и что делать. Особенно в постели. Например, я заметила, что мне очень сильно хочется парня во время месячных. Но у меня словно блок возникает на секс во время этих дней. В том же душе как-то неудобно с ним уединиться. Но и постель не хочется пачкать. Ну и в целом не понимаю, нормально ли заниматься сексом во время месячных или нет. Вопрос. В общем-то, вопрос довольно интересный. Да. И чтобы как-то более точно и глубоко на него ответить, мы на этот раз обратились к эксперту, психологу-сексологу Марии Остаповой. И сейчас она расскажет, нормально ли хотеть секса во время месячных и нормально ли заниматься сексом во время месячных. Лика, привет. Это интересный вопрос. Заниматься сексом во время месячных можно. Однако нужно обращать внимание на свое состояние. Например, если тебе больно и некомфортно, то пока лучше повременить с близостью. Хотя медицинская журналистка Стефани Уотсон отмечает, что оргазм помогает справляться со спазмами. А ученые Мичиганского университета и вовсе считают, что сексуальная разрядка помогает уменьшить продолжительность кровотечений. Но к сексу во время месячных важно подготовиться. Во-первых, не забывайте с партнером о барьерной защите. Женщина может забеременеть даже во время месячных. Сперматозоиды живут по несколько дней, и поэтому вероятность зачет ребенка все равно остается. Кроме того, есть риск заразиться ИПП или передать заболевание партнеру. Так что удержите рядом презервативы. Ну и не забывайте о смазке. Кровь хоть и увлажняет влагалище, но ненадолго. Во время пенетрации она очень быстро сохнет. И вместо оргазма женщина рискует получить раздражение. Так что возьмите любимый луприкант на водной основе. Лишним он точно не будет. Ну что, я думаю, довольно исчерпывающий ответ. Он отвечает на самые главные вопросы. Нормально ли заниматься сексом во время месячных? Можно ли? И если от себя добавлять, то я понимаю, я как девочка понимаю, что не хочется пачкать кровать. В душе что бывает тоже не очень удобно. Но, к счастью, сейчас есть такая штука, как тампоны для секса. Есть марка Freedom. Я гуглила их, и у них тампоны выглядят как маленькие спонжики. Как спонжики для макияжа. Ну то есть их вообще, во-первых, легко использовать, ну то есть вводить. И во время секса ни ты, ни твой партнер их не чувствуют. И в этом большой плюс. И эти тампоны, они впитывают все выделения и выдерживают даже активные фрикции. То есть если вы любите страстный какой-то секс или в быстром темпе, интенсивно, то не о чем беспокоиться абсолютно. Это безопасно. И эти тампоны сочетаются со всеми видами презервативов и со смазкой на водной основе. Смазка в водной основе. А презервативы могут быть любые. Так что вперед! Все окей! Секс всегда должен быть безопасным и комфортным, особенно во время месячных. Позаботиться об этом помогут тампоны Freedom. Freedom – это удобные тампоны без веревочки, разработанные в Германии. Они не чувствуются, незаметны и не мешают тебе и партнеру в процессе. Супер мягкий материал, полностью безопасен для кожи и слизистых. Тампоны Freedom делают секс намного комфортнее и эстетичнее. И это далеко не единственное преимущество тампонов без веревочки. Переходи по ссылкам в описании подкаста. С Freedom можно все. Ну что, а мы завершаем наш подкаст? Да. Вот. Какие вы молодцы. Меня тоже сегодня, видите, туплю. Вот, наверное, как бы и да. Вот. Погода. Ну, время такое. В общем, до следующей недели. Всем пока-пока. С вами были Сашка. И Дашка. Йоу. Йоу. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok